Всем привет! Ну что, очередной влог, наконец-то я села записать это видео. Видео по названию вы уже поняли, что сегодня покажу вам наше гендер-пати, такое домашнее, семейное. Наконец, раскрою вам секрет, так скажем, кто у нас будет. Времени все не было сесть, мне уже многие спрашивали, когда, когда. Я понимаю, что очень затянуло, уже очень много времени прошло на данный момент. Вот снимаю видео, у меня сейчас уже более 30 недель, то есть уже срок достаточно большой такой. Время, конечно, бежит, обалдеть, как быстро. По поводу гендер-пати, да, как вообще я его сделала, как это все происходило. Когда ходила на УЗИ, да, попросила врача написать на листочке полребенка и закрыть его, чтобы я не видела и чтобы она мне не говорила. Так вот, все сделала, с этим листочком пошла в цветочный магазин, ну, а где шарики надувает, да, отдала конвертик и сказала, что наполните мне шарик таким-то цветом, который там будет. Мальчик голубым, девочка розовым. Отдала ему этот конвертик, мы договорились, что мне курьер доставит на дом этот шарик. Плюс к шарикам я заказала хлопушки. Тоже у них там хлопушки такие. Не видно, кто мальчик, девочка. Там они так запечатаны. Просто там мальчик или девочка написано. То есть вы увидите только тогда, когда эту хлопушку хлопнете. Только тогда увидите, кто у вас будет. Ну вот, договорилась, все, мне доставили надо. Гендер-пати решила сделать. Я так получила, что у мамы, у мужа, мамы, да, у свекрови моей, был юбилей, и она приехала к нам отмечать. Так как они приехали, я маму позвала. Единственное, что не смогла приехать моя сестра со своими детьми и с мужем. Они живут в Питере, и у них не получилось. Вот, а так мы все собрались. Чисто семейный круг. Мне привезли этот шарик. И долгожданное событие, долгожданный момент, когда мы узнали, кто же у нас будет. Как мы ждали этот момент. Тати, спасибо вам огромное за комментарии, за положительные эмоции. Вы мне столько всего хорошего, приятного написали. Поздравления. От поздравлений очень много от вас. Огромное-огромное спасибо. Мне очень приятно. Особенно говорю сейчас, так как мне надо, как говорится, больше улыбаться, больше положительных эмоций. Так вот, вы поднимаете настроение. Спасибо вам большое. И в комментариях половина разделилась. Половина говорили мальчик, половина девочка. Вот, знаете, вот много есть там предположений, там, если живот такой-то, если так-то, тянет на сладкое-то. Так вот, животику мне говорили, что у меня мальчик. У меня, кстати, живот был такой же, как с мальчишками, не помню. Единственное, у меня сейчас поменьше, да. По еде меня тянет больше на овощи, фрукты, сладенькое, мяса вообще не хочется. Это, как говорят девочки. Потом писали мне, что внешность, да, не изменилась там. То есть, когда говорят, внешность меняется, то есть, беременная девушка выглядит хуже, да, то это значит девочка. Типа, девочка забирает всю красоту. Поэтому мне говорили, что у меня мальчик. Ну что, давайте, не буду вас, так скажем, утомлять. Давайте, я сейчас вставлю кусочек с гендер-пати, и вы посмотрите, наконец, кого же мы ждем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот вы узнали, кого же мы ждем. Да, мы ждем девочку, представляете. Я такая счастлива. Мне не описать, насколько вот просто. Может, поэтому, я, знаете, мне писали в видео, что вам очень идет беременность, что очень много, что улыбаетесь, светитесь, так вот, наверное, что девочка. Я так мечтала всегда о дочке, честно вам скажу. И когда я ходила, когда ходила на УЗИ, помню, самое-самое первое, когда еще не говорят пол, да, я уже не помню, на сколько это недель было. Так вот, врач посмотрела УЗИ, да, я ей задала вопрос. Говорю, скажите, а кто там? Видно? На что он мне ответил? Еще рано смотреть, говорит, но, скорее всего, говорит, по моим, это девочка. Вспоминаю, аж прям это слезы подкатывают от счастья, так скажем. Так вот, она мне когда так сказала, я прям там разрыдалась. Вспомнила тот момент, когда вот мне сказали, и прям аж эмоции нахлынули. Так вот, когда она мне сказала, что, скорее всего, это девочка, но даже говорит, это не точно, это вот мои предположения, да, мне врачи говорят, я прям так расплакалась там от счастья, от того, что вот у меня будет девочка. Честно, не верила, и до сих пор, наверное, не верю, что у меня будет дочка, не знаю почему вот. Так я ходила и на второй УЗИ, и на третий УЗИ, и на каждом УЗИ, приходила и спрашивала, кто у меня там, точно девочка? Да, девочка, все, 100%. В общем, не верю до сих пор своему счастью, так скажем. Не обращайте внимания, это у меня, видимо, и эмоции от счастья, и гормоны, то, что беременно, называют таки эмоции слезы. Вот, как видели по видео, да, когда мы делали гендер-пати, да, мы просто стояли с мужем, наверное, от, когда лопнули шарик, мы были в шоке стояли, что он, что я. Да, он тоже у меня как бы думал, что девочка, да, больше предполагал по моему, по моему, наверное, тоже внешнему виду, по моим предпочтениям так в еде. Плюс, да, у меня еще токсикоз был жуткий, у меня ни с первой, ни с второй беременности этого не было. Плюс это еще тоже большую роль сыграло, что мы так и думали, что все-таки девочка, да. Вот, ну мы стояли, мы в шоке были того, что все розово. А Никита, ну, вы могли увидеть по видео, как был счастлив Никита. Мне кажется, что он был больше всех счастлив от того, что у него будет сестренка. Он так прыгал, он так радовался. Вот он, когда вот взорвали шарик, да, у меня Никита настолько рыдал от счастья, вот вы не представляете, я его не могла успокоить от того, что он, вот эмоции у него такие были, от, ну, счастья, тоже не верил, что девочка. И вот не успокоить у него было. Я, конечно, была в шоке от его реакции, приятно удивлена. Вот Саша, он еще маленький, ему 5 лет, он особо не понимает, как бы, да. Что по поводу самочувствия, чувствую я себя сейчас хорошо. Единственное, да, тяжелее, тяжелее все, что животик растет. Что тяжелее, что-то делать, особенно снимать тоже мне уже тяжело, что сидеть, потому что вот особенно распаковочки я снимаю, я их снимаю очень долго. У меня занимает время от 2 до 4 бывает часов, да, вот когда я себя снимаю. То есть видео, представляете, 30-40 минут, а съемка часа 4. Вот, но я все равно забрасывать я ничего не буду, буду продолжать снимать. Не знаю, насколько часто, так же, как раньше, либо нет, но главное влиться в режим вот в этот вот. То, что Никита в школу пошел, Саня в садик, Сане занятия надо заниматься тоже, к школе готовиться. Тут еще родится доченька. Поэтому надо будет главное, самое главное влиться вот в этот режим, и потом пойдет как по накатанной, как говорится. Ну что, наверное, все, все, что хотела. Самое главное я вам рассказать. Я рассказала, наконец, простите, что задержала. Все никак не сесть было, не снять с вами, не поболтать, так скажем. У меня сейчас вон, некоторые мне писали. Неприятно, конечно, комментарии такие читать, но, как говорят, хейтеры они всегда были, есть и будут. Вот, даже в такое событие, когда, казалось бы, я помню, снимала видео, выкладывала, когда, да, радовалась, что беременна, да, даже там один комментарий или два прилетело, таких комментариев, что я даже удалила, потому что это ужас, какой бывает, пишет такие вещи, хоть той, хоть патой, как говорится. Поэтому хейтеры они всегда будут, будут писать гадости, да, стараюсь на это не обращать внимания, стараюсь не читать, стараюсь не реагировать на такие комментарии также. К сожалению, они будут, я знаю. Вот, и мне писали тут под моими видами, вот, надоел ваш фон, поменяйте, идите в другую комнату. Почему все время в одной комнате? Я уже иногда, мне кажется, что уже придраться не к чему, уже пишут, лишь бы написать. Так вот, в соседней комнате у меня там, да, находятся сейчас мальчишки. Они там играют, они там орут, они там бесятся, они бегают из своей комнаты в гостину. У нас кухня-гостина объединена. То есть я даже не могу выйти туда и снять видео. А если пойду, то мы с ними переругаемся, что они мне будут мешать. Поэтому я спокойно сажусь в свою спальню, в свою комнату, закрываю дверь. Они мне не мешают, я им не мешаю, я могу спокойно видео снять. Надеюсь, ответила на вопрос некоторых девушек, которые писали мне по этому поводу. Если я вам рассказала, кто меня будет теперь, не надо скрывать, так скажем. Ну, я и не скрывалась, просто мне хотелось снять видео, да, показать вам. Так что теперь можно покупать разные розовые костюмчики, розовые платьишки. Ну что, буду с вами прощаться, в общем. Делаю к своим мальчишкам, заниматься с ними, делать уроки. Кстати, с началом учебного года всех мамочек. Терпение всем, сил. То, что я понимаю, что это такое, что у меня у самой школьник пока один. Что, держитесь в новом учебном году. Сил, терпение и пятерок вам только. Всем пока-пока, не болейте. Здоровья, счастья, берегите себя и ваших близких. Всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok